О бизнесе за чашкой чая. Это тема сегодняшней встречи главы администрации города с предпринимателями. В неформальной обстановке поговорили о насущных проблемах, перспективах, о развитии всего муниципалитета и роли в этом каждой из сторон. Задали друг другу вопросы, получили ответы и пищу для размышлений. У нас с вами должен быть разговор по душам. Вы должны быть искренне со мной. Я постараюсь максимально ответить на ваши вопросы, которые вы будете задавать искренне и точно. Пришли навстречу 12 предпринимателей, как начинающих, так и опытных, представляющих разные направления малого лабытнанского бизнеса. Торговля, грузоперевозки, строительство, ремонт, услуги – самые разные сферы. Также в ЧАИПИТе приняли участие заместитель главы начальника департамента финансов и начальник управления экономики. Эти люди – одни из главных по взаимодействию. А оно обязательно нужно. С этим все были согласны. Предприниматели хоть и самостоятельные субъекты, но проблем у них предостаточно. Идей много. Тут послушать всех можно. Все предприниматели сидят на мели. Денег в банках никто не дает. А еще несовершенное законодательство, конкуренты с большой земли, со значительными ресурсами и многие другие трудности. Но это не жалобы предпринимателей. Они всего лишь поделились с главой тем, что не так-то и просто работать в таких условиях. И не только о себе они думают. Не забывают и о том, что называют социальной ответственностью. Нас в народе называют «социально значимый магазин». Потому что, наверное, одни из первых, которые на Ямале существует у нас карта заботы, 20% скидка. Ни у кого, вот я могу похвастаться, ни у кого такой нет. И люди к нам идут, я не жалуюсь ни на что, лишь бы только выжить и потихонечку. На мою долю уже хватит зарабатывать. То есть потихонечку зарабатываем и работаем мы сейчас для людей, для народа. Даже не формальный диалог, а беседа предпринимателей и главы получились обоюдно полезными. Мы тоже чему-то учимся. Меняется время, меняются экономические условия. Вы растете, ваш бизнес изменяется, требования населения изменяются. Поэтому здесь нужно просто корректировать наш с вами план. Не было на этой встрече грандиозных обещаний, заверений в долгосрочном сотрудничестве. Был разговор людей, которые живут в одном городе и пытаются посильнее сделать его лучше. Я вам всем желаю здоровья, я вам всем желаю сил, я вам всем желаю благополучия, прибыли, благосостояния. Потому что только совместными усилиями мы сделаем нашу землю икраше, и уютнее, и пафесные слова. Здесь моя родина, не ехут и ехать. Здесь все мои родственники абсолютно. Здесь три поколения моей семьи живет. Поэтому только совместными усилиями мы это с вами сможем сделать. Как вам беседа с главой? Очень удовлетворена, довольно. Жизнь продолжается, жить хорошо. Контакт обязательно нужен. Думаю, все будет хорошо. Хотелось такого диалога? Хотелось. Хотелось быть услышанными, понятыми. Ну, вообще, у нас маленький город, и контакт с самого всегда есть. Это здорово. Не ожидала, в каком еще городе глава вас пригласит на чай. И вместе с ним чашечку чая распить. Это просто провести. И такие встречи будут продолжаться. Если полезны обеим сторонам, то почему бы и нет?